Техническое описание кода неисправности OBDI-2, низкий вход цепи датчика уровня топлива, б, что это значит. Этот общий код неисправности трансмиссии, двигателя обычно применяется ко всем двигателям, оснащенным OBDI, но чаще встречается в некоторых автомобилях Chrysler, GM, Ford, Lincoln, Mercury, Honda, Acura, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Infiniti, Nissan и автомобили Subaru. Датчик уровня топлива FLS обычно устанавливается в топливном баке, обычно в верхней части топливного бака, модуля топливного насоса, FLS преобразует механический уровень топлива в электрический сигнал для модуля управления силовым агрегатом PSM, как правило, PSM информирует другие контроллеры, использующие шину передачи данных транспортного средства, PSM получает этот сигнал напряжения для определения количества топлива в топливном баке, очлеживая расход топлива и, таким образом, определяя экономию топлива, этот код устанавливается, если этот вход не соответствует нормальным рабочим напряжениям, хранящимся в памяти PSM, он также просматривает сигнал напряжения от датчика FLS, чтобы определить, является ли он правильным при первоначальном включении ключа. П-2067 обычно устанавливается из-за электрических проблем, цепь датчика FLS, они не могут быть пропущены на этапе устранения неполадок, особенно при работе с неустойчивой проблемой, действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа датчика FLS и цвета проводов. Обратитесь к руководству по ремонту для конкретного автомобиля. Чтобы определить местоположение цепи, B, к соответствующим кодам неисправности цепи датчика уровня топлива B относятся, P-2065 неисправность цепи датчика уровня топлива и квот, B и квот, P-2066 диапазон измерения уровня топлива и квот, B и квот, диапазон, характеристики P-2068 Высокий вход цепи датчика уровня топлива и квот, B и квот, P-2069 датчик уровня топлива и квот, B и квот, цепь прерывистая серьезность и амп, симптомы серьезность обычно не так серьезно, поскольку это электрический сбой, PSM может компенсировать это, компенсация обычно означает, что указатель уровня топлива постоянно показывает пустой или полный, симптомами кода двигателя P-2067 могут быть, загорается контрольная лампа неисправности, МАЛ, снижение воспринимаемой экономии топлива, снижение расстояния до пробега, неверный уровень топлива на датчике в комбинации приборов, всегда считываются неверные потенциальные причины, обычно причины для установки этого кода, короткое замыкание на массу в сигнальной цепи к датчику FLS, возможно сбой датчика FLS, внутреннее замыкание, скорее всего сбой PSM Маловероятные процедуры диагностики и ремонта, хорошей отправной точкой всегда является поиск технического билетеня, TSB, для вашего конкретного автомобиля Производитель автомобиля может иметь флеш-память, перепрограммирование PSM для решения этой проблемы, и стоит проверить это, прежде чем вы обнаружите, что вы пошли по длинному, неправильному пути Хорошим примером этого являются продукты Ford, где установлена система дистанционного запуска вторичного рынка, это может привести к установке ложного кода Существует ПСЭ, охватывающий эту тему, и ее следует соблюдать, чтобы правильно диагностировать это состояние, вспомогательные топливные баки также рассматриваются в этом ПСЭ Гравитационные резервуары не рекомендуется использовать в этих системах и при заправке грузовиков Ford, рекомендуется заправлять основные баки при выключенном зажигании Затем найдите датчик уровня топлива FLS, на вашем конкретном автомобиле, этот датчик обычно устанавливается в топливном баке или, возможно, даже в верхней части топливного бака, модуля топливного насоса После обнаружения визуально осмотрите разъемы проводку, ищите царапины, протирку, оголенные провода, ожоги или расплавленный пластик, разъедините разъемы Тщательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъема, посмотрите, выглядят ли они сгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию Используйте очиститель электрических контактов и пластиковую щетиную щетку, если требуется очистка клемм, дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку в месте контакта клемм Если у вас есть диагностический прибор, удалите диагностические коды неисправности из памяти и проверьте, возвращается ли код P2067 Если это не так, то соединения, скорее всего, были вашей проблемой Это самая распространенная проблема для этого кода, так как соединения топливного бака имеют наибольшее количество проблем с коррозией Если код P2067 действительно возвращается, нам нужно проверить датчик FLS и связанные с ним цепи, при выключенном ключе отсоедините электрический разъем на датчике FLS Подключение цифрового вольтметра, DVO-M, черный провод к земле или низкого опорного терминала в FLS Разъем датчика жгута проводов Подсоедините красный провод цифрового вольтметра к сигнальной клемме на разъеме жгута проводов датчика FLS Поверните ключ на двигатель выключен, проверьте спецификации производителя Вольтметр должен показывать 12 вольт или 5 вольт если напряжение неправильное Отремонтируйте провод питания или заземления или замените PSM Если тест пройден да присоединять один провод ометра к клемме сигнала на FLS датчика и другой приводит к земле или низкого опорного терминала на датчике Показания ометра не должны быть нулевыми и не должны быть бесконечными Проверьте спецификации производителя на сопротивление датчика Чтобы точно проверить сопротивление уровня топлива Одной второй бака топлива может показывать 80 омов Если показания ометра не пройдены, замените FLS Если все предыдущие тесты пройдены и вы продолжаете получать P2067 Это, скорее всего, будет указывать на неисправный датчик FLS Хотя нельзя было исключить неисправный PSM, пока датчик FLS не был заменен Если вы не уверены, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту по диагностике автомобилей PSM должны быть запрограммированы или откалиброваны для автомобиля для правильной установки Субтитры создавал DimaTorzok